В этом году, в отличие от предыдущих лет, мы учли все замечания, которые были даны в том году по горкам. И мы их развили немножко в пространстве таким образом, чтобы они не мешали, чтобы могли малыши безопасно пользоваться ими, и взрослые тоже самое. И я хочу сказать, очень трудно было работать в этом году художником и тем, кто работал на площади. По одной простой причине, что в этом году, так как не было снега, сюда приходили так часто на него посмотреть, что практически затрудняли работу. И катались на горках еще до того, как они вообще были завершены. Поэтому первые ямки, о которых говорили, это еще была только черновая работа. Но, надеюсь, каждый дойдет за себе место по душе. Мне понравилось на горках кататься. Высокие? Да. А что еще нравится? Нравится, что тут много радости. Можно, если много людей, можно поездом ехать. А какой праздник? Без чего? Без подарков! Без подарков! Пришла на открытие катка с внуком. Ну, все весело, хорошо, все организовано. Внук катается. Ну, что еще сказать? Молодцы! Мы решили немножко скрасить наши будничные дни, оторваться от своей работы, развлечься и принести радость не только себе, но и нашему городу. Конечно, поздравляем всегда своих родственников, близких. У кого-то есть маленькие дети, всегда просят поздравить, поздравляем. Ну, а тут решили немножко изменить формат поздравления, выйти, так сказать, на город. Это наша поддержка, команда. Двое злорца. Обезьянка, символ следующего года. И я, Снегурочка. Дедом Морозом вы уже знакомы. Взрослые маленькие, пойдем. Пошли, идем. Дед Мороз, гора, скоро Новый год. Кто сегодня к нам придет без подарков? Дед Мороз, гора, скоро Новый год.